Ну а в столице сегодня состоялось заседание Кыргызско-Арабского комитета по сотрудничеству. Мероприятие прошло под председательством первого вице-премьер-министра Кубатбека Буронова и с участием делегациям из Королевства Саудовской Аравии, во главе которой прибыл министр сельского хозяйства и водных ресурсов Саудовской Аравии. Такую встречу две страны проводят во второй раз. О том, каких результатов удалось добиться, расскажет Айзата Урумбаева. Торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество. Сотрудничество в области безопасности, здравоохранения и многих других. Все это было обсуждено сторонами Кыргызско-Саудовского комитета и подписан протокол на втором заседании Кыргызско-Саудовского комитета по сотрудничеству. В последние годы наблюдается положительная тенденция в двусторонних отношениях. В частности, товарооборот между нашими странами стал расти, но это не является пределом. И я призываю его увеличить. В Кыргызстане для поддержки бизнес-сектора действует ряд льгот на электроэнергию и так далее. Кроме того, созданы свободные экономические зоны. Надеемся, двусторонние отношения выйдут на новый, еще более качественный уровень и пойдет на пользу бизнесменам наших стран. В свою очередь, глава делегации, министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовской Аравии Абдурахман Аль-Фадли сообщил, что необходимо развить торговые, инвестиционные, культурные, образовательные и другие отношения. Он также отметил, что пока в его стране бизнесмены мало что знают о Кыргызстане. И в конце своей речи пригласил Кыргызстан на выставку ярмар. В первую очередь хочу выразить вам благодарность, уважаемый Кыргызстан, уважаемый Куатбек Аилчевич, за теплый прием и организацию второго заседания. Данная встреча доказывает, что мы на правильном пути и есть потенциал развития двустороннего сотрудничества. Мы считаем, что необходимо создать план развития двусторонних отношений. И в первую очередь необходимо ознакомить наши страны потенциалами друг друга. Так, например, наши бизнесмены мало что знают о Кыргызстане. Поэтому приглашаю вас принять участие в выставке и ярмарке, которая состоится у нас в декабре. Первый вице-премьер-министр принял приглашение Абдурахман Альфадли и отметил, что действительно экономические, инвестиционные и финансовые отношения между двумя странами могут развиваться лишь с успешным ознакомлением потенциалов друг друга. Кстати, в мероприятии приняли участие и представители Министерства экономики. Статсекретарь ведомства остановился на конкретных достижениях. Наш экспорт меда, мяса в Саудовскую Аравию. То есть в этом плане у нас ежегодно происходит рост этой продукции. Также это в туристической отрасли. Кроме этого, открытие совместных предприятий. То есть на базе нашего СЭС Бишкек рассматривается возможность открытия совместных предприятий по производству различных продукций. Как вы знаете, Саудовская Аравия, она в принципе сильна в пищевой промышленности. И они хотели бы завозить к нам свои технологии для того, чтобы мы могли использовать. К слову, первое заседание Кыргызско-Саудовского комитета состоялось в 2017 году в Саудовской Аравии. Еще тогда стороны договорились о 50 пунктах взаимовыгодного сотрудничества, из которых лишь один по солидарности обеих сторон не был осуществлен. Ну а сегодня участники пришли к весьма обнадеживающим соглашениям, в числе которых, разумеется, туризм. В рамках этого заседания мы договорились в сфере туризма о том, что будем усилять наше сотрудничество. Как мы все знаем, из Саудовской Аравии очень много туристов каждый год приезжает. Например, за последние 4 года их число увеличилось на очень большой процент. Например, в 2015 году их число было всего около 800 человек. И в 2018 году стало их более 10 тысяч. И по итогам 2019 года мы ожидаем еще на где-то 20% увеличения именно Саудовской Аравии туристов. Вообще такое заседание принято проводить раз в два года. Известно, что первое состоялось в Саудовской Аравии в городе Эр-Риад. В этом же городе и состоится третье заседание комитета в 2021 году, точные сроки которого будут согласованы позднее по дипломатическим каналам. Стороны договорились дальше развивать и углублять деятельность совместного комитета как эффективного и важного механизма сотрудничества во всех соответствующих сферах.